МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История усямейных относена у выполнений народной артыстки России Лия Хеджаковой. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня у Калинковича прошел областный день якости. Уручения у Знагарод суместились с вызначением задач по повышению конкурентно-здольности мясцовой продукции. Как не только утрыматься на рынку, а еще и отримать прибыток, ведают наши корреспонденты. Еще несколько лет тому экскурсии на перепросовщие заводы были совершенной справой. Теперь у все по-иншему. Сфотографовать дозволюсь у лепшим выпадком территорию предприемства, без наведывания вытворчих помешканев. У опошний час конкуренция, особливо на внешних рынках, настолько узросла, что на предприемствах вымушены заховывать у строгой тайне як рецептуры, так и технологичные особливости. Навод в Европейском Союзе, не глядяши на декларованную открытость рынков, некоторые товары до суседя утрапляюць с великими тяжкостями. У Державного комитета по стандартизации кажут, что часто перешкоды створаются штучно, а для их переодолевания потребна саправды высокая якость продукции. Бадай самый значный потенциал на Гомельщине у предприемства у перепросовщей галяны. Во час областного дня якости организована выстава продукции предприемства у Полесского региона. У кожного золотые и серебряные ознагороды международных выстав. Действительно, потребительские характеристики нашей продукции очень высоки. И наши предприятия движутся, создают новые и новые оригинальные виды продуктов. И это очень здорово, что эта продукция признается не только у наших ближайших соседей, но и далеко за пределами страны. Потому что основная доля пищевой продукции сегодня поставляется на экспорт. Номинанту конкурсу «Лепшие товары Республики Беларусь» вызначались в начале на областном узровне. Показчики перепроверили в держстандарте и только потом огучили кончатковые выники. Отповедные дипломы отримали еще 25 предприемств у Гомельщины. А прощатого урушены специальные ознагороды, лепшие у Галяне и лепшие у регионе. А так само у першиню дипломы «Стабильная якость». Разом с предприемствами, которые на рынке уже не одно десять годзе, такими как «Гомсельмаш», «Светлогорский волокно» и «Добружский фарфоровый», параунально молоды Туровский молочный комбинат. У списей лепших так само «БМЗ», «Спартак», «Гомельский химзавод», «Калинковицкий», «Гомельский» и «Жлобинский» мясокомбинаты. У вынику проведенной модернизации у техничном плане предприемства Гомельской области уже не тые, что были еще годов десять тому. Але навыд гэта не гарантуя вытворцам спокойного життя. Разом с высокой якостью у рыночных приоритетах еще и конкуренты с дольной цены. Все это новое оборудование должно давать в первую очередь отдачу за счет того, что за счет снижения затрат на ее производство. Потому что рынок как Республики Беларусь, так и рынок СНГ, и даймировой рынок, он перенасыщен продукцией. И в этой конкурентной гонке может выиграть только тот, кто может предложить товар дешевле, но качественнее. Олексин Сюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадо-компания Гомель с Калинковичау. Инновацию швейной вытворчасти Светлогорск Химволокно презентовала коллекцию одення с разумного текстилю. Яно призначено для спорту и активного отпочинку. Про переваги и перспективы выкористания подобных тканин доведалася Катярына Сапельникова. Они позволяют подавить рост бактерий, если это имеется в виду антибактериальная нить. Они позволяют легко распределять влагу между слоями одежды. И таким образом ощущение создаётся, что одежда постоянно сухая. Разумные нитки призначены не только для створения спортивного оденения и термобилизмы, а и для выработки медицинских бинтов и бандажов. Сирот заказчиков и творцы текстилю из Беларуси и близкого замежа. Мы разработали текстильное полотно для компании Декатлон. Это спортивное полотенце, которое позволяет спортсмену быстро вытереться, и оно быстро впитывает влагу, при этом очень быстро высыхает. Катерина Сапельникова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства теленавинов со Светлогорска. Сегодня у Гомеля отбылось опоседжение правления областной организации Беларусского союза женщин. Мероприемство проходило в поширенном формате. На парадку дня роль организации в развитии жаночного предпринимательства. Малые бизнес-экономисты называют головной рухающей силой экономики. Это працовные места и податки. До того ж, великие поспеховые компании частей за все вырастают за одной невеликой бизнес-идеей. Прадпрымальництво на жаноча и мушинской, конечно, никто не поделяет. Формирование экономичного мышления и стимулирование минавито-жихарок региона до реализации уластных бизнес-инициатив. Такие меты ставить перед собой областный союз женщин. Выпрацовать тактику работы в этом направке допомагают партнеры. Это мясовые улады, бизнес-школы, организации, агентства по поддержке приватного бизнеса и высшейшей научной установы. Это неправильно. Поэтому и сегодня ведется речь о том, что нужно создавать условия для развития предприимчивости, инициативы, возможности реализовать себя. Ну а кто, как небелорусская женщина, способен потянуть и решить эту проблему. Поддержка предпринимательства – это одна из наших основных задач. Потому что вопросы самозанятости, вопросы прибыли, наверное, это немаловажно. Это благополучие семьи, благополучие каждой женщины. И мы хотим подумать, какой клад мы можем нести, как мы можем поддержать женщину-предпринимателя. У научальных установок Гомеля примают меры, накерованные на снижение залежности наученцев от сотовых телефонов. Вернуть взятие из виртуального света у реальной сегодня – это максимум и не самая главная, а актуальная задача. Каким чином ЕС пробует выражать в 24-й средней школе, ведая Олег Сенцеров. Первые сотовые телефоны заявились в продаже в 1983-м году. Этот узор больше поздний – 1994-го года. Не обяким интернете тогда и размова не шла. Добро, когда на таком аппарате отрымливался просто потелефоновать. Подчас занятков корыстаться сотовыми телефонами у 24-й Гомельской средней школе заборонено категорично. У специальных сейфов их никто не хавает, але потелефоновать, те отказать на звонок не отрымается. У администрации школы погоджаются. Прогресс не спынить и полностью заборонить выкоростание сотовых не отрымается. Олег Али Сене телефоны проносит на вот дети из подракторской группы. Это уже явный перебор. Дети приходят к нам в субботнюю школу будущих первоклассников, где мы готовим их уже к поступлению в школу, где психологические занятия с ними проходят. И даже на два часа, которые приводят их в субботу родители, даже умудряются дать детям телефоны именно и на эти занятия. Для того, как батьки могли потребовать совесть с детьми, подчас их находжения в школе, дорослым поведомили номеры сотовых телефонов у наставников. В вынику неких позаштатных ситуаций можно свернуться до их. Правда, полностью вернуть детей в реальный свет отрымливается не завсёдым. Подчас перепынка у мобильных телефонов заявляются в руках больше всего тнёв. Остальные кажут, что такие хвилины отчувают себе не вельми утульно, навод поразмовлять нема с ким. Для игр и для звонков родителям, когда пришёл из школы и ушёл из школы. Я звоню родителям, иногда играю. Большинство детей бавят сейчас за мобильными гульнями. Выход у интернета просто недоступный. Да и пароль от Wi-Fi в ушнем не поведомляюсь. По назиранных наставников, как полностью вернуть детей из виртуального света у свет реальный, необходимо, когда одного три дня. Тогда школьники отвыкаются от постоянного коррестания сотовыми. У Вогули проблема оказалась настолько актуальной, что школьный узорный аматорский танцевальный коллектив навод просветил её специальный номер «Свет вокруг нас». Фабула, заразумелая, без слов. Подчас поездки у автобусе молодые люди настолько захоплены своими мобильными, что не бачат ничего на вокал. Автобус ломается у места, где не ма интернету, и под летком открывается зусибинший свет. Але машину худко ремонтует, и на вокольное прогожусь со спевами птушек зноу позабытая. Молодые пассажиры вернулись у виртуальную простору. Телефоны, интернет. Дети очень много уделяют этому внимания. Поэтому наша задача была показать, что есть ещё что-то более красивое в мире, чем интернет, и более интересное. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Знагоды сусветного дня здоровья сегодня на Пляцовце Гомельского медицинского колледжа разгорнулася территория здоровья. Наученцы и выкладчики медицинского колледжа пропоновали усім жадающим вымирать свой артериальный тиск и вызначить индекс массы тела. Основной темой работы Пляцовки селета стала профилактика депрессивных расстройств. От депрессии покутают люди усих взрослых, незалежно от социального статуса. Гэта хвороба негативно отбивается на процесс дольности человека. Наученцы колледжа пропоновали свои способы боротьбы с депрессией. Яны подрихтовали серые добрых пожадания, упакованных в поветрные шары. А так само солодкие антидепрессанты – шоколад и цукерки. Створать добрый настрой на Пляцовце допомагали ростовые ляльки. Хорошее настроение – это лучшее средство от депрессии. Сегодня наши учащиеся создают это хорошее настроение горожанам. Создают с помощью конфет, с помощью добрых пожеланий, с помощью юмора, той энергии, энергии задора, которая есть у наших молодых людей. Терапия депрессии начинается со слова, с разговора. Ну вот это то, что мы сегодня попытались воссоздать. И кроме того, лучшее средство от депрессии – это смех. Сегодня завершается пятидзённый тур по Беларуси народной артыстки России Лии Ахиджаковой. Учера постановку з'явил делом «Мой унук Виньямин» по пьесе Людмилы Улицкой смогли убашить жихары Гумельшины. На спектакле побывала и наш корреспондент Марина Джалая. Лия Ахиджакова шмат гадоней была на беларуской земле. Тому аматоры творчості этой девосной актрисы скаристалися мягчимостью отриматься салоду, а дает неполторные игры на сцене драматичного театра. Среди прихильников, которые с нецерпливостью ждали этой встречи, была и наша здимочная бригада. На спектакле люди начали збираться за полгодины. Причим, что приемно уразила, многие были с пригожими букетами. Среди глядачей в большинстве люди сталого взрослого. И это зрозумело. Лия Ахиджакова для широкого поколения – приемная асоціация с юнаством и молодостью. Ее творчие в образе, яскравые, забавные, трагикомичные, знакомые каждому и близкие многим. У спектакле, представленном у областном драматичном театре, Лия Ахиджакова повстала в образе уладарной женщины «Эсфир», которая больше к 40 году тому стратила на войне Амаль всю свою семью. И зараз живет с доросным сыном Левой, для якого вы решила знасти невесту. Але выключно с Яурейской, як и сама семья. И зрабила гэта подчас поездки уродный Бабруйск. Она такая маленькая, светленькая. И глаза эти, вот не понимаешь, как бы такая Господь Бог на тебя смотрит. Не глядяши на протесты родных, «Эсфир» на проломы деда своей мары. Пожанить Лёву и Софью, протягнуть рот и дочекаться внука. Нават имя она сама для его придумала – Вениамин. Угонра своего небожчика мужа. И сын спочатку не устанесу предстоять мачной бескомпромиссной воли. «Вчера я ему говорю, Лёва, сынок, завтра вторник. Ты уже должен девочке сделать предложение, иначе она будет думать, Бог знает что. И что? Да что он что заладил? Вот пошли подавать эту заявку». Лёва всё-таки ожанился Софьей, але одразу после веселя у промым сенси сбег от жёнки у Новосибирск, где проходили его навыковые доследования. А девчина засталася жить у свякрови, небыто у полонии, своего смутку и иллюзорных чаканёй эсфир на тое, что всё ещё уладится. А потом у сенадзеи разбураются, як карточный дамок. Софья оказалась не яурейкой. Её удочарили в моленстве. Лёва досылает лист с просьбой, да помогчись скасовать шлюб, бо знайшоу себе женщину по сердце, и они уже чекают дитя. Дночасово высветляется, что тяжарны от своего былого одноклассника и Соня. И тут всё завершается нечаканно. И эсфир свою неутаймованную энергию скеровывая у новое русло. На тяжарность Софьи и чекание заявлений на свет и её дитяте, якого и она уже загадя лечить своим унукам, Вениаминам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Марина Джала, Явген Макеенка, Телера, Дуе, Кампанія Гоміль. Сегодня православная царква святкуе благовещение про Святой Богородицы. Это одно из 12 главных святов. И оно неперходное, и зауседы святкуется с 7-го Красавика. Назву благовещения свята отримала у память об доброй весцы. В этот день Деве Мары изъявился архангел Гауреил и обвесил об будущем народжении Иисуса Христа, Сына Божого. Особое значение свята подкресливается тем, что сегодня, не глядяши на Вяликий пост, у храмах служится полная литургия. А кроме того, благовещение усим верникам, які отримают пост, дается послабление. В этот день принята звертаться с молитвами до Богородицы, як заступницы перед Богом за людей. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.civergomil.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов. Сачайте за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова